Мы уже едем. Если увидели в прошлом видео, папе уже разбили об голову яйцо. Тиш, знаешь что? Мы разбили перепелиное яйцо, потом куриное, а вдруг у меня волосы начнут расти? Я не буду уже больше лысый. Может быть, всё может быть. Ты же знаешь, делают яичные масочки, да. Последние сумки. Грузим в машину. Ну, Наня на рюкзачок. Наня нам позвонила, что нужно взять. Ножики какие-то там, фонарики, всё, что ему интересно. Я через FaceTime собирала ему его рюкзак, его вещи. Есть всё в машине, сынок, всё в машине. Осталось только погрузить, закрыть дверь и, конечно же, отправляемся в дорогу. Ехать нам недолго, всего лишь полтора часа, и мы будем на месте. Так что обязательно оставайтесь с нами, кто хочет увидеть, как мы разбиваем палатку. В этом видео. И как мы обустроимся, да. Тиша ждал два года этого отдыха. Мы два года назад не смогли поехать, потому что наш папа сломал позвоночник. А в прошлом году мы были в Москве по работе, поэтому тоже у нас не получилось поехать. Доставай. Смотрите, что Тиша взял в дверку. Свой урожай, свой горох, который он собрал у себя на огороде небольшом. Я поднимусь сейчас. Мы ехали, ехали и приехали. Обманывай, где-то час. Мы ехали, но Тиша так не терпелось доехать, что показалось, наверное, что мы ехали три часа, да? Не, ну на самом деле мы ехали три часа. Тиш, не обманывай. Сейчас на заправке нас ждет кто? Даня. На заправке Сакар нас ждет Даня. Там таксист оставил Даню на заправке, он нам его привез. И сейчас будем обниматься, да? Я скучала за Даней. Даня ждет на улице или все-таки на заправке? Я думала, что на улице. Мы его попросили купить нам шоу-рум кулиную. Тиша не просил, но мама говорит, что поесть надо обязательно. А я не голодный. Вот мама меня заставляет кушать, я возьму только конфету. Нет, 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 нет. Еще раз нет, вернемся сейчас домой, если будешь не слушать меня, Тиш. Пойдем к Дане? Нет. Обувайся. Даня нас ждал на заправке почти час, наверное, да, Даня? Это палатка. Да, я где-то час ждал. Но зато вот шоу-рума есть, есть лимонад и будем их жрать. Короче говоря, мы уже приехали на место. Место очень классное, здесь есть пляж. Помогай, Толкай. Да, помогай. Давай, вперед, Толкай, вперед. Ребят, осталось выбрать правильное место и раскласть этот прицеп для того, чтобы... Да, я на самом деле даже не представляю, как он будет выглядеть в разложенном виде. Точно? А пока папа разбирается, что к чему, я расскажу немного о этом месте. Вообще оно очень красивое, сосновый лес, все как положено. И самое главное, пляж и водичка. Вот это на самом деле очень важно. Вообще здесь классно, тенек, солнце не жарит, только на пляж жарит, разумеется. Ну и в общем вот так вот. А я пошел папе помогать, раскладывать палатку, потому что я на самом деле даже не представляю, как она выглядит. Ну пойдемте вместе посмотрим. Наш Чиша, кстати, успел уже искупаться. Мы не смогли его удержать. Мы только приехали, Тиша сразу в речку прыгнул. Он говорит, круто, все равно, что на море. Сейчас мы ее будем переворачивать. Мне очень интересно, как там будет внутри. Это получается крыша прицепа? Фига себе. Дно прицепа и крыша прицепа, как две кровати. Там прямо матрас. Матрас прямо есть. Это офигеть. Ребят, это одна кровать. Это будет вторая кровать. Здесь есть матрасики, все как положено. Сейчас папа разложит, все будем уже смотреть. Детя, я не думаю, что там есть матрас? Вот это моя палатка. Я буду спать еще в спальном мешке, поэтому я погнал ее уже раскладывать. Хоть я не знаю как, потому что я первый раз буду рассказывать палатку. Я думаю, если что, я попрошу у кого-нибудь помощи. Мы вчера ее купили для Дани. Даня даже не знает, какая и что к чему. Гамачок купили вчера. Тоже я очень хотела такой двухместный гамачок, потому что у нас когда-то был салатовый такой, но в нем помещался только один человек, а так хочется вот с Тишей иногда полежать, отдохнуть. Либо с папой. Поэтому я очень хотела такой двухместный гамак. Это наш столик. У нас будет такой полноценный дом на природе. Так, ну что ж, самый ответственный момент. Важно поднять всю эту конструкцию, и чтобы она не завалилась. Потом правильно ее зафиксировать. И получится настоящий дом на природе. Я себе ее такой не представляла, честно говоря. Вообще не представляла. Я думала, там не будет тамбура. Очуметь можно. Очуметь можно. Это целый дом полноценный, Даня. Просто посмотри, это кайф просто. По-другому не скажешь. Но ты будешь жить в той маленькой палатке, в которой мы тебя купили. Да, в маленькой душной палатке. Да, а мы здесь. Ты сам захотел. Здесь очень классно и красиво. Я подумал, здесь не хватает только установить какой-нибудь аккумулятор, провести здесь освещение. И жить здесь целое лето, да? Да, кухоньку сделать раскладную. Есть, мы же взяли кухоньку тоже в аренду. Сейчас посмотришь. Вообще класс. Очень класс. Ребят, посмотрите, сколько вещей. Это при том, что у машины еще есть продукты наши и наша одежда. И это при том, что мы поехали сюда всего лишь на 4 дня, потому что у нас никак не получается на дольше. Что это? Это закрываемся туда. Ага. Здесь будет как все герметично. На поле закреплено. Ну прикольно же, да. Мы специально взяли с папой в аренду такой прицеп-палатку для того, чтобы понять, что за фигня вообще и нужна ли она нам. Что за фигня? Действительно, что за фигня? Возможно, мы сейчас поживем в такой вот палаточке и поймем, что, блин, это идеальный дом для природы и лучшего быть не могу. Реально. Во-первых, это больше, мне кажется, это больше, чем та палатка, которую она у нас. Ну где-то такая. Думаю, примерно, да. Примерно такая. Примерно такая. Но просто эта палатка намного быстрее раскладывается. Ты же видишь. Да, вот это то, что я хотела сказать. Нашли место мы для прицепа, просто вот так вот взяли, раскладывали за трубки и вот тебе такой вот полноценный большой дом. Минут 10 и все. В общем, как-то так. Это то, что у меня получилось и я вообще не думаю, то, что я сделал все правильно, но жить можно в ней. И да, жить можно, потому что инструкция, вот такой вот листочек. Вот. Но что я понял, то я сделал и мне еще ребята помогали. Поэтому вот так вот получилось. Я сомневаюсь, что должно быть вот это. И в общем, я думаю, что я некоторые вещи сделал неправильно, но я думаю, я разберусь по ходу уже. Вот так вот. Ну, в принципе, вот такая вот палатка, она небольшая. Ну и все. И она красивая. И для меня... Пошли покажем нашу палатку. Ого! Ого! Йо-го! Йо-го! Эй! Вы сказали, что пол надо отдельно дать. Ну, так это такой пол. Ну, это он застеленный. Я думала, у нас нету. Офигеть можно! Все, постельно сделано, все подбирали. Здесь кухня. Смотрите, как у нас уютно. Короче, у всех куча эмоций, все друг друга перебивают. Здесь надо электричество сделать, вот такую диодную лампу. Мы купили фонарики классные. Купили очень классные фонарики, честно. У нас целый ящик фонариков. Посмотрите, здесь нет. Дискомфорта, что мы на природе. Давайте по очереди. Ребят, посмотрите, дискомфорта от того, что мы на природе чувствовать не будем абсолютно. Есть газовая плита, есть баллон, есть полноценная кухня. Осталось только разложить наши приправки, продуктики. Это здесь стол. Под столом тоже есть ниша, где мы можем хранить либо нашу одежду, либо какие-либо другие принадлежности. Есть шторки, которые раздвигаются. Обратите внимание. То есть на вечер, чтобы мы себя чувствовали комфортно, мы можем включать фонарик, задвигать эти шторки, нас никто не увидит. Есть зеркало, конечно же, для мамы и папы. Конечно же, зеркало для мамы. Мне это шок. Это вообще зеркало. Это шок-контент. Зеркало для мамы. Ну и вообще, очень удобны эти кровати. Это просто. Здесь полноценный матрас. То есть когда ложишься, да, вот брешь, закрылся себе от комаров, да? Да. На ночь обязательно надо закрываться. Ну, мне нравится, честно. Я вообще был поражен этой палаткой. Я не думала, что она будет настолько крута. И то, что мама с папой прикупят столько всяких классных прибамбасов. Дань, мы палатку, добавлю, взяли в аренду. Столик в аренду, плита в аренду. Понял? Мы решили попробовать, каково это. Но аналогичная палатка, но еще лучше, она продается в том магазине. Понял? Поэтому мы решили взять аренду, понять для себя, что это, для чего, чем его едят и вообще комфортно для этого. Не, ну вот я уже вижу, что вот так вот спать на природе, на таких вот кроватях, это уже... Типа вот это уровень. Вот это реально уровень. Здесь даже для специй, вот. Для специй полочка, ты здесь только дышишь. Соль, перчик, мандаринчик. А тем временем ужин, мы берем свои тарелочки, Даня, давай, потому что позже нас не покорят. А вот я не знаю, я хочу ужинать кашку. Все равно, надо поесть. Не уверен. Каша с салатиком, давай. Ну я еще даже, я еще даже не расположился в своей палатке, ну ладно, потом уже это сделаю. Ну а мы будем ужинать. Субтитры сделал DimaTorzok Короче, палатки мы уже разложили, успели вцепить вот такой вот гамак офигенный. Я думаю, я на нем как минимум один раз точно усну, потому что я всегда мечтал поспать на гамаке вот так вот на свежем воздухе. Ну а еще мы заметили здесь очень крутой спуск и хотим попробовать спуститься на Рубиконе прямо вон туда на пляж. Мы ждем папу. Папа немного занят и обязательно сейчас попробуем съехать на Рубиконе. Мне кажется, это будет зрелищно. Посмотрим, справится он или нет с этим спуском. Я думаю, справится. Пойдем покажем этот спуск. Пойдем покажем еще где Тиша еду готовит. А, ну да, пойдем. У нас здесь целая база на выживание. Вот здесь мы доставали медиевыеечки и потом и потом их в костре жарим. Специально тушат костер для того, чтобы съехать машиной сюда. Что вы делаете? Для того, чтобы не повредить колеса. Ну, обрывы сами видите какой. Интересно посмотреть, справится джип наш или нет. Я думаю, конечно же, да. Короче, все приготовили. Сейчас уже будем съезжать, да? Давай. Показывала, Кать, какой там обрыв? Я показывала, да. Я иду все равно сминись снимать. Давай, пробуй. Покажи сверху, встань, покажи. Тоже, блин, интересно. Очень интересно. Ну, съедет он точно, мне интересно, он выйдет или нет. Ну, типа нормально так, смотри. Короче, все, папа едет, давай. Ну, погнали. Надеюсь, все получится. по-другому быть не может. Съехать-то понятно, что он съедет, но нужно еще выехать попробовать. Просто попробуем. Съехать-то или для него. Кто бы сомневался, да, Дань? Ну, да. Ну, что, пап? Сейчас развернусь и выезжаю. Тиш, прикольно съезжать? Одним движением и мы на пляже. Здесь под Житомиром на джипе мы еще, конечно, не рассекали. Мы здесь раньше не отдыхали никогда. я папе, кстати, предлагала по реке тут проехаться, но оказывается, это карьер и здесь достаточно глубоко сразу. То есть, очень крутой спуск в речку. Отсюда давай, пробуем выезжать. Ну, все, поехали, давай. Как думаешь, выедет, Дань? Дай его. Я думаю, должен выехать. Думаешь, держись, держись. Майдадыр. Ну, вообще, да, выехал. Вообще легко. На изях. Вообще, классно. Для него нужны преграды пожестче. Это мы уже поняли. Ребят, снимаем еще вот такой вот кадр для вас, чтобы вы понимали, какой спуск здесь. Да, спуск здесь довольно-таки большой, слушай. Потому что камера не передает того, что есть на самом деле. Ну, я думаю, метра полтора, да, выше тут где-то. Я думаю, что развлекаем публику, называется. Мы отдыхаем не одни. Здесь очень много наших знакомых и близких нам людей. Поэтому развлекаемся как можем. Ты сам видел, с какой легкостью этот джип выезжал на этот подъем. Ну, а мы будем дальше отдыхать. Жаль, что приехали всего на несколько дней. Но это отдых, это круто. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк. Обязательно подпишись на канал, нажми на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok